Заповедник солнечных детей. Уже два года в Иванове на базе 99 детского сада работает уникальная служба ранней помощи «Начало». Сюда со всего муниципалитета попадают дети с синдромом Дауна. С малышами, а берут в группу крошек от двух месяцев, работают опытные психологи и дефектологи. Ранние занятия с особенными детьми позволяют максимально использовать способности ребенка и не допустить отклонений в их развитии. Сейчас в садике 14 солнечных малышей. Служба ранней помощи, она равноценно направлена и на ребенка, и равноценно направлена на родителя. Потому что родитель дома должен повторить все, что ему говорит, и прислушаться ко всему, что говорят ему специалисты. Вот это обязательные условия для того, чтобы эта служба функционировала. У родителей снимается вот этот стресс, у родителей снимается волнение по поводу своего ребенка. Но, конечно, они должны понимать то, что их труд, он не заканчивается тогда, когда ребенок пойдет в образовательное учреждение. Что это? Едет. Машинки? Да, машинки едут, да? Уже год Кристина с мамой трижды в неделю ходят на занятия в службу ранней помощи. На индивидуальных тренингах работают над развитием речи. В этом нелегком деле солнечные девочки помогают песенке-попевке и упражнения на мелкую моторику. Наши ушки золотые, смышленые, ученые, замечательные. А где у Кристи щечки? Вот они! Кристина очень способный ребенок. Педагоги не перестают ее хвалить. У нас были просто звуки какие-то определенные. На нынешнем этапе она уже начинает складывать слова в короткие предложения. То есть она может выразить свое недовольство, свое восхищение, она может выразить просьбу, она может выразить отказ. У нас прогресс в чем? Мы знаем право-лево, мы знаем цвета. Малышей воспитатели обучают хозяйственно-бытовым навыкам. Учатся настоятельно одеваться, пить из чашки, кушать ложкой, чтобы к моменту зачисления в детский сад быть наравне со сверстниками. Мы показываем различные игры, потому что, как мы знаем, ребенок в основном развивается в игре. И родителям мы даем различные рекомендации по занятиям с детьми дома. А это уже групповое занятие тоже в игровой манере. Обязательно участвуют мамочки. Они и главные помощники педагогов и тьютеры для детей. Сегодня малышей приобщают к искусству. Не просто водят кисточкой по бумаге, а, как говорят специалисты, используют психологический ресурс. Моя задача, как психолога, не научить детей рисовать правильно, по этапам и так далее. Моя задача – развивать моторику ребенка. Вы видели, что мы делали с кистью, как вращать нужно маме и так далее. И второе, что мы развиваем – это волю ребенка, потому что ему нужно слушать, быть внимательным и усидчивым. Несмотря на общий диагноз, все дети индивидуальны. С одним нужно больше работать на усидчивость, второму важнее занятие на концентрацию. Есть в этом детском саду и особая черно-белая комната, придуманная и разработанная педагогами. Контраст в предметах позволяет малышам сконцентрироваться на форме, текстуре и границах предмета, не отвлекаясь на его цвет. У людей с синдромом Дауна зачастую много сопутствующих нарушений. Со слухом, зрением, речью, памятью. В службе ранней помощи диагноз атакуют по всем фронтам. Первый прогресс виден уже через полгода занятий. Прогресс, как бы, все равно я его вижу. Он стал более концентрированным, у него более внимание стало. То есть я могу сама с ним дома заняться. Если раньше мне это трудно давалось, то есть он не хотел со мной играть. Сейчас я могу сама организовать дома мою игру. Это, конечно, заслуга этого центра. Мы пришли, наверное, как-то таким потерянными больше. И вот буквально через месяц-полтора после того, как мы начали заниматься, я увидела, что ребенок на самом деле вообще, ну как сказать, делает какие-то вещи быстро. Он научился быстро как-то активно, там, больше двигаться, больше какие-то действия. Ну то есть он очень быстро запоминает, что показывает. В 2014 году 99-е дошкольное учреждение стало обладателем городской премии в области образования «Престиж». Тогда только еще проект службы ранней помощи специалисты по достоинству оценили и назвали учреждение детским садом будущего. За два года программу отточили до мелочей. Выработали новые методики помощи и технологии работы. По завершении обучения эти ребята смогут стать полноценной частью коллектива и ходить в инклюзивные дошкольные группы. Действительно сад будущего. Без стрессов для детей и родителей. И без ограничений. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.